Тема сегодняшнего материала – отработка, самостоятельная отработка ударов на напольном мешке. Напомню, что мы сотрудничаем с фабрикой Филиппов, фабрикой по производству спортивного снаряжения, и в своих тренировках используем напольные мешки именно вот этой фабрики, потому что они нам кажутся наиболее оптимальными и эффективными для отработки самых разной техники. В частности, техника ударов. Итак, основная особенность напольного мешка – это то, что он имеет возможность раскачиваться. В частности, вот напольный мешок фабрики Филиппов, он настолько хорошо сбалансирован, что даже достаточно сильными ударами его, как говорят, положить на пол очень тяжело. Тем более, что мы говорим о том, что удар всегда – это не толчок, а действительно удар. Он не может быть толкающим. Но, тем не менее, сбалансированность достаточно хороша для того, чтобы отрабатывать удар. В итоге, напольный мешок можно сдвинуть, поставить из любого угла и спортивного зала, и квартиры на центр, так как они достаточно тяжелые. Вот этот мешок весит 65 килограмм, 180 сантиметров. Достаточно оптимальный для отработки любых ударов. И самостоятельная работа отличается тем, что вы активно должны использовать именно вот эту особенность его раскачивания. То есть, смотрите внимательно. Итак, если вы становитесь в боевое положение, в боевую стойку, и, допустим, вы выполняете легкий прямой удар на уровне плеча или на уровне головы, ведущий рукой, вы видите, что он отскакивает. В итоге вы можете работать как с поворотом бедра, так и без поворота. Итак, делаем без поворота. Вот без поворота бедра – легкий удар. С поворотом бедра, да еще с небольшим подшагиванием, обратите внимание, вот сюда, вы увидите, что он возвращается к вам. Так вот, можно для разминки, то же самое можно сделать с дальней руки, когда вы работаете дальней рукой, вот прямой удар, и вот он возвращается. Еще раз возвращается. Для разминки можно работать только на одиночные удары, чтобы мешок не встречать. То есть, смотрите, я делаю движение. Раз – он свободно возвращается. Два – свободно возвращается. Раз – возвращается. Таким образом, можно делать одиночные, повторять одиночные удары, в частности, не только прямой, но и боковой. Смотрим боковой. Смотрите, то же самое. Раз. Раскачивание мешка показывает вам, насколько верно вы бьете удар, и какое направление удара. Смотрите, еще раз. Прямой удар – мешок отклоняется от вас. Боковой удар – мешок отклоняется перпендикулярно вам. Вы можете это по раскачиванию мешка, вы наблюдаете, правильно вы работаете или нет. Получаем. Это работа, хорошо ставит технику, у вас все должно получаться, все красиво. Далее, как только вы размялись, и у вас достаточно уже опыта для того, чтобы понимать, как идет раскачивание мешка, вы можете уже мешок встречать. То есть, смотрите внимательно. Напомню, что это достаточно нагрузка большая на плечи, на руки. Если я пробиваю удар, мешок отклоняется, и потом я делаю следующий удар на встречном движении. Смотрите. Раз. То же самое. То есть, я совмещаю не только удар по свободной мишени, но и удар по мишени, который движется на меня. Можно это совместить? Мы делаем, к примеру, прямой удар. И когда мешок возвращается, я делаю боковой удар. Получаем. Вот я поймал мешок на встречном движении. Вот он уходит. Вот такая отработка. Также можно отрабатывать самые различные серии. Останавливать мешок. Удар. Перемещаться вокруг мешка. Смотрите. Я делаю удар джеб, потом основной удар и перемещаюсь. Раз. Переместился я сюда. Видите? Отсюда можно зарядить сразу же боковой. Тут же потом прямым. Отошел, подошел, отошел, подошел. Серия, серия. Работаешь. Спокойно останавливаешь. Сюда. Нижний. Нижний. Сюда. Сюда. И меняешь позицию. То есть, основная методика, это вы работаете, используя особенность раскачивания мешка. Вот. На мой взгляд, это очень полезно. Очень нужно. И для самостоятельных тренировок это можно всегда использовать. Вот. Рекомендую. Увидимся в следующем материале. Заходите на сайт extreme-fight.org. Всех благ. До свидания. Продолжение следует.